Добрый день! Сегодня вашему вниманию обзор небольшой симпатичной камеры Hikvision, которая имеет название DC-2CV-2Q21FD и W, а в простонародье просто Hikvision Q1 Network по этой камере. Как обычно откроем защитную пломбу, посмотрим что находится внутри. Здесь есть собственно сама камера. Выглядит она вот так, как видите она роботизированная в двух плоскостях. Кроме того, здесь есть небольшая документация, наклейка для крепления на какую-то поверхность. Эту камеру можно с помощью небольшого умения и ловкости прикрепить только к потолку с помощью этих креплений или на вертикальную стенку. Опять же здесь находится диск, который мы как обычно выкидываем. При этой камере идет зарядное устройство и шнур. Так как эта камера попой работать не будет, будет работать только через разъем microUSB. Здесь же есть специальная пластинка для крепления на поверхности, о котором я говорил. Работа примерно вот так. И крепиться она должна с помощью метизов. Мы вам рекомендуем использовать свои дюбеля и метизы, так как здесь немножко полудетские. Что касается самой камеры. Камера 100% внутреннего использования, поэтому не пытайтесь оставить ни на улице, ни в влажных помещениях или пыльных. Вот здесь по минимуму выходов LAN выход и питание 5 вольт. Чем хороша эта камера, потому что она питается до 5 вольт, поэтому мы сможем на ее базе построить переносные камеры, о которых мы вам рассказывали ранее. Ссылочка в описании. Внутри этой камеры тоже ничего такого нет сверхъестественного. Двигатель один, двигатель второй внутри. Зачастую данные камеры могут не использовать свои роботизированные функции, поэтому мы всегда можем отключить один двигатель с помощью этого шлейфа и второй двигатель с помощью этого шлейфа. В принципе мы таки делаем в наших переносных камерах. По дата-шитам. Здесь ничего необычного. Работает в температуре очень высокой, до 50 градусов. Работает с определенной долей влажности воздуха до 80 процентов. Проказатель заявляет о том, что эта камера будет работать с протоколом HTTP, но это ее самый большой недостаток. Данную камеру настроить через веб-интерфейс нельзя. Только через приложение EVMS или CEDP. О чем вам сейчас покажем. Что еще важно в этой камере? Ни в коем случае не закрывайте или не срывайте данную наклеечку, так как здесь находится код, пароль для данной камеры сброшенной на заводские настройки. Мы вам сейчас покажем, как ее настройки, поменять пароль. Но всегда, когда вы будете сбрасывать ее на заводские настройки, пароль должен оставаться тот же самый, который указан на этой наклейке. Как настраиваем камеру? Есть у нас такое приложение, интересно называется HIP Connect. Добавляем устройство, нажимаем кнопочку, кланируем QR-код. Видим, что такой-то серийный номер действительно совпадает с тем, что указано на камере. Добавляем эту камеру. Она у нас получается беспроводная. Выбираем первую вкладочку. Стандартная. И включаем питание на этой камере. Здесь такая есть вкладочка, кто спрашивает, как моргает эта камера. Убираем первый вариант. Далее указываем для нашей камеры пароль от Wi-Fi, так как у нас камера Wi-Fiная. И мы видим подключение к сети Wi-Fi нашей камеры. Вводим код верификации на данной камере, о котором мы говорили раньше. Дальше мы устанавливаем пароль устройства. Ни в коем случае не забывайте его. Сорегистрировались. После регистрации просит у нас включаем или выключаем аудио устройство, но мы его не будем включать. И завершаем настройку. Вот мы видим в нашем HIP Connect данную камеру. Очень важно после настройки данной камеры всегда удаляйте ее с вашего HIP Connect, если он у вас дальше не будет использовать, так как к следующим устройствам эта камера уже не подключится при подключенном аккаунте вашем. Данную камеру мы настроили для нашей сети. После чего заходим в нашу любимую программу CDP. Находим нашу камеру. Вот она в принципе в сети есть. При желании мы можем сюда поменять IP адрес, поставить статический, динамический или поменять пароль. Следующим шагом будет добавление данной камеры в программу E-VMS, например. Кроме E-VMS данная камера могут работать и другие системы, как Tracer, Mailstone, ну и другие, которые имеют драйвер на данный тип камеры. Данную камеру мы добавляем. Наша камера в сети. И дальше мы уже можем ее всегда, эту камеру, при желании. Увидеть. Вот наша камера. Дальше уже ваш полетфантазий не ограничен. Настраивайте ее, как хотите, вашим видео менеджмент систем и пользуйтесь на здоровье. Как я уже говорил, данная камера не работает с веб-интерфейсом, поэтому все ее настройки придется проводить через вашу программу E-VMS. Следующим образом. Вот наши основные настройки, которые открываются уже здесь, в этой программе. И здесь мы можем всегда поставить наше время. Настроить изображение. Или настроить сеть. Как видите, данная камера берет адрес динамический от собственной программы E-VMS. То есть он не будет в одной подсети всеми вашими устройствами, которые включены в вашу сеть. Будьте внимательны. Обычным кабелем данную камеру к вашему коммутатору подключить не получится. Как я уже говорил, данная камера отлично подойдет для вашего офиса небольшого, для квартиры, для охраны. Ну никак, для крупных площадок или каких-то производств. Там уже должны быть у вас находиться более профессиональные, более дорогие и более качественные камеры в отличие от этой. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok